Здравствуйте! Вчера решила посмотреть Оленький цветочек, ну просто как для фона включить. Когда я работаю, я люблю что-нибудь такое слушать, включать старые фильмы. Ну, в общем, я включила вот эту вот версию. Смотрите. И мне сразу стало что-то, что-то, думаю, не то. И сегодня, в общем, мне это покой не давало, сегодня я нашла ещё одну версию мультика. Откопала. Чувствуете разницу? Мультик один и тот же. Вот давайте сейчас промотаем, где тут попадут слова, да? И увидите разницу. Цветочек, Алик, Крашикой, нет на всём белом свете. Так, теперь эту версию примерно... Сейчас. Сейчас примерно где-то надо было застечь время. Ну, наплевать, почему. Так, немного на свечах. Расстрашек, Коева, нет на всём белом свете. Ещё раз здесь. Твой черёд, Настенька. Дочка меньшая, любимая. Там я во сне. Вот, вы слышите, озвучка идёт... Цветочек! В старой версии... Ну, то есть, в старой озвучке... Мультик-то один и тот же нарисованный. Но в старой озвучке идёт голос мягче, музыка мягче. Более такая плывучая, чем в новой. В новой прямо-то она неприятна. Для слуха неприятна. Я не знаю, как вам, но вот я почувствовала разницу. Думаю, что-то не то с мультиком. Потому что на начальных стадиях, на начальных нотах мультик, когда только начинается, ты чувствуешь, что прямо он захватывает. А тут как-то отталкивает. И вот я смотрю, со старыми мультиками происходит постоянно вот такая вот ерунда. Я уже записывала ролик про царевну-лягушку. Там вообще озвучка современная-современная. Там даже, ну, я не смогла этот мультик смотреть. И вот вчера не смогла маленький цветочек смотреть. Но вот сегодня нашла вот эту старую версию, которая как бальзам на душу.